Это видео я хочу посвятить редактору материалов в плагине Element3D. Для начала выберу объект какой-нибудь достаточно сложной формы. Мне кажется, череп подойдёт для моих целей. Так, сбросим материалы на что-нибудь исходное. Редактор материалов в плагине состоит из трёх частей. Пресеты, так называемые заготовки, где мы можем брать уже готовые материалы, создавать свои, сохранять сюда и использовать в дальнейшем в своих проектах. Область, в которую мы непосредственно оперируем числовыми параметрами, назначаем текстуры. И более точно настраиваем уже непосредственно отражение, преломление и прочие цветовые составляющие нашего материала, чтобы добиться нужного нам эффекта. Вот, например, на черепе сейчас материал по умолчанию. То есть, в нём нет никаких текстур, все цвета приближены к серому цвету, нет прозрачности, отражений, никаких спецэффектов не назначено. Начнём по порядку. Одним из основных параметров любого материала является так называемый диффузный цвет. То есть, цвет, который имеет объект при непосредственном попадании на него света из видимого источника. Проще говоря, это цвет самого предмета. Например, можем придать красный, ну и любой другой оттенок нашему объекту. У него есть параметр, отвечающий за его насыщенность. То есть, при нуле объект будет чёрный. И его практически не будет видно. То есть, его совсем не будет видно на чёрном фоне. Потому что, как бы мы, хотя цвет у нас назначен красный, но его интенсивность сведена в ноль. Аналогичным же образом, если мы завысим его выше единицы, будет похоже, как будто свет от очень-очень яркого источника света падает на наш объект. И всё высветвляется, покрывается засветами. На самом деле, теряется форма объекта. Как бы ощущение объёма исчезает. Переход от максимального насыщенного цвета к теням очень резкий и контрастный. Но для некоторых спецэффектов это необходимый параметр. Следующей характеристикой будет спекуларити. То есть, я, кстати, специально не использую перевод на русский язык, потому что в большинстве программ трёхмерного моделирования все эти термины достаточно постоянно используются. То есть, например, диффузный, спекуларити, амбиент, там, рефлекшн, рефракшн, амбиент, окклюжн и прочее, и прочее. Поэтому, освоив их в одной программе, вы легко можете использовать это в другой программе. А перевод вы можете узнать в любом словаре, если вам это так интересно. Я же пытаюсь объяснить физический смысл, который каждый из этих параметров накладывает на поверхность объекта. Вернусь к спекулар-колор. Извиняюсь за транскрипцию, если что. Он отвечает за появление блика на поверхности объекта, придавая ему более глянцевый вид. У него также есть параметр насыщения, то есть интенсивности, который отвечает за характер яркости появляющегося блика. И цвет. То есть, он не обязательно должен быть белый. Его можно сделать любым другим. Например, в данном случае похоже, что на череп светит синий источник света. Хотя, если бы он был на самом деле синий, то и сам череп окрасился в синеватый оттенок. Но некоторые материалы обладают подобными характеристиками и в естественной среде. У него также есть параметры, отвечающие за ширину блика. То есть, допустим, у глянцевых поверхностей он близок к единице. Характерно для машин, допустим. Корпуса машин, стекла. Однако, OpenGL не дает в полной мере сделать совсем уже точный... Чтобы отражение источник света было совсем уж точкой. Поэтому в некоторой степени можно свести его до таких параметров и всё равно у него на голове наблюдается такое достаточно размытое пятно. Хотя, по идее, должна быть маленькая светлая точка. Но, тем не менее... Маленькое же значение этого параметра соответствует каким-то пластиковым, матовым поверхностям, шершавым, не глянцевым. Но при таком значении это больше похоже на какой-то пластик при больших значениях на полированный какой-то... Тоже на пластик. Вот так похоже больше на металл. Однако, у металла есть ещё ряд характеристик, которые делают его именно металлическим. Например, отражение. Практически все металлы в той или иной степени отражают свет. Отражают окружающих объекты, вот в данном плагине это реализовано с помощью группы под названием Reflection. Интенсивность отражений делает объект полностью практически как зеркало, то есть он полностью отражает все... Здесь, кстати, интересная история с этими отражениями и преломлениями, да, Reflection и Refraction. На самом деле объект ничего не отражает и не преломляет. Это такая иллюзия, которая создаётся через изменение карты окружения, то есть Environment Map. Тут мы можем назначить одну из заранее заготовленных текстур. Естественно, можно свою выбрать. саранее заготовленные текстуры. Тут большая достаточная коллекция идёт самим плагином. То есть вот Terminator у нас получился. Причём при 100% отражении мы уже не видим влияние диффузного цвета, он весь забивается отражением. А при нуле, соответственно, отражений никаких нет. Их можно увеличивать, делая материал вот таким засвеченным. На ртуть похоже. У этого параметра также есть цвет, который отражение затеняет, в смысле придаёт им оттенок, необходимый, нужный нам для каких-то там своих результатов. Что интересно в отражениях. То есть вот, по сути, получается металл. При том, что, допустим, блика самого уже на объекте... Вот я его сейчас в ноль свёл, и, значит, блика на объекте нет. Но металл, тем не менее, продолжает всё равно выглядеть металлическим. Да. Есть такой параметр. Называется он фриснель. Это коэффициент преломления в зависимости от направления взгляда к нормальной поверхности. Проще говоря, допустим, это лучше показать на сфере. Если у нас какой-то источник, какой-то объект отражает свет, появляется полностью зеркальным, вот как в данном случае этот сферический глаз, коэффициент изменяет степень отражения в зависимости от того, насколько плоскость находится под углом к направлению нашего взгляда. То есть вот в данном случае мы смотрим в середину шара, и в этой точке плоскость перпендикулярна нашему взгляду. Отражений тут не будет. Вот при единице отражений тут не будет. Те же области, вот по краям идут, те же области, которые находятся в... То есть плоскость совпадает с нашим взглядом. Мы как бы скользим по поверхности объекта уже. Они отражать будут гораздо сильнее. То есть при единице в теории это стопроцентное отражение. То есть при единице они будут равны интенсивности. Собственно, большинство объектов в реальной природе этим параметром и обладает в той или иной степени. Характерно часто используют для покраски машин также, металлов. Можно его, кстати, свести в минус и тогда будет с точностью да наоборот. Как бы плоскости, которые перпендикулярны нашему взгляду будут отражать, а которые совпадают по углу будут наоборот максимально не прозра... максимально неотражённые. Надеюсь, понятно объяснил. Суть такова, что при единице мы получаем более реалистичные отражения, свойственные реальной жизни. У него также есть параметр, который отвечает за смещение коэффициента в зависимости от угла. То есть, например, при единичке мы можем расширять зону влияния от затухания или наоборот сдвигать её как можно более к крайним областям. При нуле соответственно будет эффект такой же, как будто и фриснель равен нулю. чуть-чуть его уменьшив, можно получить вот такой результат. Вернёмся к черепу. Так. перейдём к отражениям. В смысле, перейдём к преломлению. Это свойственно для материалов прозрачных, как стекло. У них также есть оттенок, интенсивность, фриснель, который отвечает за то же самое, что и с отражениями. однако это работает только при наличии карты окружения. Так же, как и отражения. То есть, преломление и отражение это на самом деле иллюзия. Сейчас я объясню почему. Вот по идее мы видим, как будто череп является прозрачным для окошка, которое находится напротив него. Как будто оно сквозь него проходит. Вот эти вот двери. Как будто он их отражает и преломляет, через себя пропуская. Но на самом деле он по-прежнему остается непрозрачным объектом. Сейчас я покажу это на примере. Допустим, у нас несколько черепов в сцене. Глаз нам мешает, поэтому я его удалю. несколько черепов и они расположены допустим в одну линию. Ну и собственно говоря не важно как они расположены. Важно то, что вы никогда не увидите другой череп сквозь передний. Они всего лишь будут отражать текстуру заднего фона. То же касается им преломлений. Например средний череп никогда не будет отражать черепа которые его окружают. Только текстуру. Все это касается только текстуры. Преломления отражения в плагине работают только с текстурой. Вроде за счет этого как раз высокая скорость плагина обеспечивается. не не во многих играх даже в кваке третьем десятилетней уже давности можно было встретить поверхности которые по методу raytracing отражали окружающие объекты и это нисколько не тормозило. В современных играх можно встретить воду которая отражает объекты и преломляет и какие угодно спецэффекты используются для этого. возможно там не Raytrace используется а так сказать просчитанная карта Reflect или Refraction Map но тем не менее с этим можно уже работать и производительность от этого нисколько не падает о чем говорят современные игры. Также появляется здесь новый параметр коэффициент преломления он отвечает за то насколько как бы текстура искажается при прохождении сквозь объект при единице допустим она вообще не будет искажаться это будет выглядеть так как будто это какой-то призрак при увеличении наблюдаем как раз изменение текстуры что и придает собственно говоря предмету прозрачный такой оттенок оттенок прозрачности у стекла например она 33 1,33 софт интересный такой также в плагине наблюдается параметр в группе illumination он больше связан с созданием каких-то спецэффектов придание материалу каких-то специфических характеристик которые в реальности по сути не встречаются в большинстве во всяком случае объектов за счет увеличения этого параметра объект становится как будто светящимся то есть он становится он начинает выглядеть как источник света а источник света как правило не имеет на своей поверхности никаких игры теней света черных участков они обычно именно того цвета каким и светит то есть например вот желтоватый череп по идее он светится но такой конечно череп нисколько не похож на светящийся просто желтый и не очень красивый что тут можно изменить во первых убрать блики потому что на источниках света никаких бликов не существует ну хотя для некоторых особых задач он вполне уместен и так же воспользоваться тем же самым фреснелем хотя вот с такой сложной формой трудно будет добиться 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 результата чтобы было действительно похоже как будто объект светится у него слишком много вогнутых участков вот как глаза виски и они немного будут нарушать иллюзию потому что опять же это не настоящие тут никакие настоящие алгоритмы или приближенные к реальным не используются это просто легкая иллюзия которая накладывается на объект вот если повернуть к лысине то вот становится похожим как будто она светится однако вот наблюдается черная окантовка которая является остаточным явлением после как бы источник света вот светит допустим на череп слева да а справа соответственно будет тень мы интенсивность увеличиваем интенсивность увеличиваем а тень все равно остается так вот чтобы от нее избавиться есть такой параметр параметр ambient в основных настройках за что он отвечает он отвечает как раз за степень в которой объект не освещенный прямым источником света то есть где нет диффузного освещения является черным или закрашивается вот как раз диффузным диффузным цветом то есть степень можно регулировать от минимальной и до полностью то есть остается по сути силуэт соответственно у источников света никаких черных участков на поверхности быть не может поэтому увеличим этот параметр включаем интенсивность поворачиваем затылочком вот такая получается лампочка Ильича Ну вот если с этой стороны смотреть то кажется как будто светится а если поворачивать вогнутыми поверхностями то вся иллюзия разрушается уже просто какой-то непонятный нереалистичный материал как будто за камерой стоит источник света и светит напрямую прям на объект таким же вот методом например сделана эта лампочка если убрать отражение преломление то есть вот обычная серая лампочка в нее чуть-чуть добавлено амбиента чтобы чуть-чуть игра тени оставалась и вот иллюзия как будто она светится из основных параметров осталось только рассказать немножко вот об этой группе но прозрачность отвечает просто за прозрачность объекта степень его видимости он даже начинает сам сквозь себя просвечивать то есть вот видно например как сквозь челюсть видно заднюю часть черепа сквозь глаза виски вот проглядывают то есть это совершенно не тот параметр который отвечает за преломление типа рефрекшн то есть он может и этим параметром обладать и этим то есть быть и прозрачным это просто степень видимости на самом деле как будто вы просто изменяете прозрачный слой в основной программе сглаживание смуфинг да за что он отвечает он отвечает то есть поскольку у нас модель состоит из полигонов да все вот эти треугольнички при нуле мы их видим то есть четкие грани нисколько нереалистичные при 100% модель получается гладкой сглаженной выглядит без углов ничего из нее не торчит ну кроме разве что задуманных вещей так ну если кому-то надо можно например объект заданным материалом исключить из просчета ambient окклюжен чтобы он не оттенял другие объекты и там сам не получал этого эффекта например лампочки источники света обычно подобным не страдают соответственно никаких теней на них быть не может и этот параметр здесь очень пригодится а вот мать и шагов да что называется очень иногда нужный эффект сейчас я попробую показать на примере допустим допустим есть череп и допустим есть у нас каким-то образом полученные поверхность там возможно мы отрасировали камеру в каком-нибудь или импортировали ее из 3ds max или какого-нибудь другого трехмерного редактора то есть допустим у нас есть плоскость есть череп это совершенно два разных слоя плоскость и череп и камера которую каким-либо образом трехмерная камера After Effects то есть с ключами с параметрами каким-то образом мы получили либо из другого приложения либо с помощью камеры трекера какого-нибудь она как-то там двигается да как нам добиться эффекта что череп стоит что череп находится на поверхности он ведь должен по идее отбрасывать тень вот для этого как раз и существует тот самый параметр мати шадов добавим какой-нибудь объект в сцену присвоим ему номер группы 2 его материалу назначим параметр включим его мать шадов и объект как будто исчез на самом деле он не исчез вот об этом разговаривает эта надпись то есть объект сам по себе не рендерится но тени от него в сцене будут присутствовать то есть вот видно что объекта самого нету но все что он закрывает в сцене просто не присутствует при рендеринге оно прозрачное нам надо этот объект расположить чуть-чуть ниже черепа чуть-чуть вот где-то вот так вот да и включить ambient occlusion таким образом мы получили тень от черепа соответственно немножко вот масштаб надо увеличить так-так-так-так лучше конечно для этих целей использовать не прямоугольник то есть не параллепипед как я взял не какой-нибудь коробку или бокс а плоскость например она в примитивах есть plain то есть просто плоскость тогда не будет никаких вот вот тут уголок торчит в легкую но в общем и целом это работает вот именно так в принципе я думаю если плагин поддерживал бы источники света в смысле просчет теней от источников света то есть допустим где-нибудь слева стоял какой-нибудь точный источник света и справа была тень то именно таким образом мы ее и получали но пока плагин тени не просчитывает эта тень является непосредственной характеристикой самого плагина то есть она не накладывается ни на какую плоскость то есть мы ее можем вообще удалить из сцены и тем не менее она остается это является чисто характеристикой того виртуального объекта которому мы назначили этот параметр там не обязательно должна быть плоскость можно например не знаю для каких целей но тем не менее создать например второй череп присвоить ему там третью группу допустим и в материале у него наверное вот этот другой материал использовать а вот челюсть вот оставлю для примера чтобы было видно где он находится то есть вот в третьей группе у нас получереп то есть самого черепа нет но ambient occlusion от него просчитывается и можно использовать для каких-то спецэффектов собственно таким же образом можно загораживать другие объекты совмещая их с трехмерным пространством автор эффект и при просчете допустим если вас что-то наезжает и вы совместили это с трехмерным объектом то будет загораживать и как будто если вот на месте этого черепа будет какая-то другая картинка будет похоже как будто она его загораживает ну теперь пробегусь немного по текстурам допустим вот замечательный предмет из коллекции бензопила на ней достаточно много намешанных текстур объект сложный выглядит детализировано даже вблизи что можно про него рассказать у этого объекта всего лишь один материал в котором сгруппированы несколько текстур по порядку да то есть сам по себе без текстур это просто серая моделька у нее есть отражение и собственно больше ничего у нее нет блики отражения сильный параметр отвечающий за так сказать непрямое освещение что делать что делать его на самом деле таким интересным каким он был изначально это текстуры то есть создатель еще на этапе разработки трехмерной модели заранее просчитал текстуры создал их в графическом каком-то редакторе и предложил нам для того чтобы мы могли их назначать на объект и пользоваться естественно что эта текстура подходит только именно этому объекту потому что текстуры по поверхности трехмерного объекта располагаются в соответствии с координатами определенными а они уникальны для каждого трехмерного объекта и как бы просто взяв эту картинку и назначив ее на какую-нибудь сферу либо нож или еще что-то получится просто ерунду и этим заниматься даже не стоит то есть вот назначив просто текстуру мы уже получаем объект у которого появляется кровь грязь потертости он просто становится более объемным и узнаваемым таким же образом можно назначать текстуры на все вот эти параметры которые здесь представлены из интересных что добавляет реалистичность то есть конечно реалистичность объект добавляет каждый параметр но наиболее главный это диффузность диффузный цвет отражение блики то есть спекуларити вот этот спекулар и нормал бамп то есть вот это очень интересный параметр который просто так не посмотришь что он делает он создает на поверхности объекта иллюзию выпуклостей то есть ну вы сами видите на таком сером объекте конечно это не интересно смотреться но это для наглядности на самом деле вот кажется что на объекте налипла грязь краска какие-то царапины трещины все это все это стало видно для сравнения совмещаем это с диффузным цветом видно слабо видно слабо потому что темно все равно не очень заметно ну для этого как раз существуют всякие отражения я вот их выключил а если их включить на самом деле отражение там тоже по текстуре но мы ее включим чуть попозже однако уже вот сейчас видно как смешалось и диффузный цвет то есть вот там видно чуть-чуть крови также рельеф и объект выглядит уже гораздо интереснее чем он был в начале но на отражение тоже своя текстура есть то есть автор посчитал что допустим какие-то элементы должны меньше отражать какие-то больше например вот этот длинный элемент который по которому цепь движется отражает больше всех судя по картинке ну допустим сотеннику поставлю то есть вот так получается вместе с ним так еще последняя текстура осталась текстура которая назначается на блик зачем она нужна она нужна тоже чтобы придать объекту еще более реалистичный вид так она у нас включена то есть вот я увеличиваю параметр и видно как объект теряет свою однородность в том как он реагирует на свет вот на вот тут хорошо видно появляются какие-то светящие точки это имитирует грязь то есть вот прям как неоднородность выявляется если к этому добавить бамп сильный бамп то есть вот достаточно реалистично это смотрится ну и возвращаем все предыдущие текстуры вот такая вот классная пила рыба пила получается это касается текстур конечно готовить их для таких объектов достаточно сложно и это отдельная тема но именно за счет текстур объект выглядит не вот так вот не вот так вот и не вот так вот а именно так хотя вот так тоже интересно все эти текстуры добавляют грязи потертости и при этом скорость трейдеринга нисколько не падает но осталось наверное добавить немножко по прессе там только как с ними работать то есть допустим вот мы создали материал долго над ним издевались что-то получилось что нам нравится как же нам теперь его сохранить очень просто тыкаем правой кнопкой сохранить как настройку материала называем ее все пожалуйста вот она появилась теперь мы можем в другом объекте попробовать ее использовать конечно ни к чему хорошему это не приведет именно потому что текстуры рассчитаны совершенно для других координат поэтому подобные материалы с сложными текстурами подобного рода конечно использовать бесполезно а вот в основном используют такие простые как просто набор параметров для отражения преломления цветовые оттенки собственно только такие имеют ценность без трехмерных объектов например вот этот нож естественно что без текстур смотреться будет совершенно убого ну то есть какая-то железная заготовка и ну и ничего интересного материала хранятся в моих документах в папке видео сапайлот материал вот этот новый созданный нами материал 55 соответственно если я в пресетах удалю то и в папке он исчезнет больше его здесь нет поэтому если переставляете винду если переставляете виндуз то соответственно стоит папочку вот эту из моих документов не удалять а где-нибудь забэкапить чтобы потом можно было восстановить и продолжить работу с теми же материалами которые вы накопили до момент перестановки виндуз можно создавать папки переносить материал по папкам или организовывать все здесь ну и таким образом набирать свою библиотеку каких-то интересных материалов и использовать их в дальнейшем в своих работах ну собственно на этом я урок и закончу надеюсь он был для вас полезен и вы узнали для себя какие-то новые интересные фишки которые будете использовать в своей работе удачи м м м м Продолжение следует...